Здравствуйте дорогие друзья! У меня был вопрос, как чистить дистиллятор. О самом дистилляторе у меня есть отдельный ролик, сделанный давно, правда. Но там я показывала, как вообще им пользоваться. А сегодня мы будем смотреть с вами начистку. Тот прежний ролик я поставлю ссылочкой в описании под этим роликом. Пожалуйста, нажмите на него, если хотите посмотреть. Независимо от того, какая марка вашего дистиллятора, оно, а вам надо бы, конечно, если вы лечитесь терапией Кюрсона, иметь нечто подобное. Ну или такой же аппарат. Хотя, конечно, я не уверена, что компания выпускает их на 220 вольт. Это надо вам узнавать самим. У меня он работает от сети в 125 вольт. Компания называется Steam Pure. PD, то есть персональный дистиллятор. И тут руководство по эксплуатации. Давайте в него заглянем. Для начала давайте посмотрим на его устройство. И как-то немножко ознакомимся, потому что нам она будет оперировать этими понятиями. Это у нас отверстие, через которое мы заливаем воду. И если вы снимете крышечку, там будет видно вот такую железную палочку, которая вертикально висит. И это, собственно говоря, уровень максимального налития воды. То есть, когда вы наливаете воду, допустим, для дистилляции, да, или там для других целей, мы сегодня будем это смотреть, то этот уровень не должен превышать, ну, хотя бы там, ну, кончика, так скажем, этой палочки. Вот, выше не надо. Это важно. Затем, что нам еще понадобится. Вот мы будем говорить об этом вентиле. И видите, у него как бы есть такой краник. Это у нас будет дренаж делаться с его помощью. И, наверное, все, потому что внутри находится, как бы, такая камера, да, камера, которая, собственно говоря, содержит воду во время дистилляции, которую мы и должны поддерживать в чистоте. Другого ничего особенно мы не чистим, поскольку есть кожух, который закрывает. Вот его видно, да, вот с такими отверстиями для того, чтобы воздух проникал к вентилятору, как видим, да, здесь. Мотор там где-то, может быть, с другой стороны здесь не показали нам. Вообще-то не мотор, а тут нагревательные элементы, вот на этой стороне находятся, которые доводят воду до кипения. Что еще нам интересно, это вот такая float, да, то есть это такая, как бы, уровень, который очень реагирует на уровень воды. И это, собственно, осуществляет автоматическое включение или выключение данного аппарата, когда мы заливаем в него воду или когда заканчивается процесс. То есть, когда уровень воды достигает дна, где-то, тут написано, 1 дюйм, то есть 2,5 сантиметра, то он, этот уровень реагирует на это и выключает данный агрегат автоматически. Когда вы покупаете данный аппарат, здесь сказано, чтобы вы хорошо выполоскали эту камеру и поставили на паровую стерилизацию. Мы с вами посмотрим сейчас на этот выключатель. И, ну, то есть, чтобы аппарат провел некоторое время, сколько положено этому стерилизационному процессу, и полученная вода выкидывается, то есть вы ее не храните. И как нужно споласкивать? Значит, открутить крышечку, затем, ну, это когда он новый, там будет такая проволочка, которая прижимает этот поплавок, вот этот поплавок, который реагирует на уровень воды, флоут, то есть, затем наливаете воду всего лишь на 3 четверти этого контейнера, так, и, то есть, даже там не идет речь, чтобы долить до вот этой вот железочки, да, которая показывает, то есть, чтобы не выше наливать ее. И открыть нужно будет вот этот вентиль, который, собственно говоря, выпускает воду. И, то есть, вода, ну, налита, да, то есть, потом вы открываете, и надо, конечно, тазик подставить под клювик, это, да, и чтобы собрать эту воду, ну, и потом закрутить надо, не забыть закрутить, чтобы вода потом уже для стерилизации не выливалась. Как паровую стерилизацию делать? Значит, в этот момент нужно будет снимать фильтр. Фильтр снимается легко. Мы на него посглянем сейчас тоже там попозже. Значит, набираете вы в контейнер, в котором вода кипятится, наполняете его водой из-под крана, говорится, из-под крана. И закручиваете крышку обязательно. Ее не надо закручивать зверски плотно, но все-таки плотно. Значит, подключите провод, то есть включить его в розетку и нажать на включатель, то есть включить, включить. Затем нужно будет нажать на кнопочку стерилизации и стерилизовать 1 час. 1 час. То есть вы замечаете время. Также, когда вы стерилизуете, поскольку фильтр убран, вот это вот просто то место, на что надевается фильтр, но оно открытое и с него может капать пар, который конденсируется в виде капелек воды, значит, нужно в это место поставить какую-то чашечку. Значит, вот это мы помним, да, вот этот, чем мы откручиваем, когда нам нужно сцедить все то, что в этом контейнере находится. После 1 часа выключить выключатель в положении выключено. Оф, это выключено. И надо, чтобы аппарат остывал минимально 15 минут. Когда он остынет, можно будет вставить этот самый фильтр, как на странице 7 указано. Это вот здесь указано. То есть, вот так у нас, наверное, шелтый прикол. Я не знаю, это он, не оно, фигура это. Сейчас я почитаю. Нет, это вот эта картинка у нас показывает. Значит, вот здесь вот это торчит. То есть, тут есть такая, это пластиковая такая, сначала переходник, он одевается, а на него уже сам фильтр. Мы на него тоже с вами взглянем. То есть, в этой части. И нужна, конечно, будет баночка, но у нас две баночки. Я поясню, почему две чуть позже. Давайте взглянем на выключатель. Вот это вот в положении включено, это выключено. Вот положение вентилятора, вместо стерилизации. Вот она. Стерилизация сейчас не нажата, поскольку идет процесс дистилляции. На дистилляцию мы нажимаем, на вентилятор и на очищение. Тут два положения всего, туда-сюда. Ну, и вот посмотрите на фильтр, да. То есть, вот этот штырь, который торчал на него, такой вот переходник, и уже сам фильтр на него надевается. В самом фильтре, вот это черное, это активированный уголь. Мой муж сейчас перестал, уже давно перестал покупать фильтры из компании, потому что они дорогие. И вот то, что у нас есть, он просто сам заправляет, купил активированный уголь, и вот на этот уровень он заправляет активированным углем, экономя на этом деньги. Вот вам может быть какая-то подсказочка. Ну, а теперь посмотрим на глобальную чистку. И здесь сразу вам говорят, что всё зависит от того, какая вода бежит из ваших кранов, насколько она грязна. То есть, здесь даются какие-то усреднённые рекомендации, а вы уже можете их варьировать, извините, от вашего состояния воды. Ну, и так, значит, что мы будем делать как чистку? Еженедельно, когда вы дистиллируете 12 галлонов воды, один галлон это чуть больше 3 литров, если вы будете, допустим, использовать просто 3-литровую баночку, то может её, если такой вот, как у нас, дистиллятора не хватить, чтобы принять эту воду. Так вот, значит, через 12 умножить на 3, грубо говоря, ну, там, конечно, чуть побольше галлон, вам надо будет процеживать воду из контейнера, то есть откручивать этот вентиль, подставлять тазик и принимать эту воду, которая там вот как раз 2,5 сантиметра, ну, остаётся обычно после дистилляции. То есть это надо делать еженедельно. Ну, 12 галлонов и явно будете делать. Мы делали долгие галлонов, ну, как, несколько лет делали 3 галлона, 2 днём и 3 ночью. Но сейчас мы ночью не делаем, потому что мы стали спать внизу из-за пятёрки, из-за пятой башни, которая излучает всё на нас. Вот, потому что здесь тестер показывает, как более безопасное место в подвале, где у нас как раз и стоит этот дистиллятор. Поэтому мы делаем всего 2 галлона за сутки. Ну, и, в принципе, нам хватает. Иногда бывает немножко в напряг, но у нас всегда есть ещё реверсосмус из-за вода, и мы как-то вот варьируем эти два вида очистки, так скажем. Реверсосмус мы покупаем из магазина. Там есть аппараты такие, где можно наполнить свою большую бутылку. Теперь ежемесячно, это опять же, я вам говорю, это рекомендации, ну, такие усреднённые, где-то на 30 галлонов. Вообще нужно завести себе тетрадку, как мой муж вот заявил, он себе там отмечает, когда он что делал. То есть можно там где-то на календаре, если там есть какие-то ячейки, ну, примерно вот в таком. Ну, в таком, да, вот, то есть можно написать там какого-то числа там, что вы сделали. Надо будет чистить вот этот, ну, контейнер, в котором вода вся, это нагревается, стерилизм, так потом она прохочетесь, значит, охлаждение, вероятно, там, чтобы конденсироваться уже в виде капелек, но как это так оно там, наверное, так работает. И мы посмотрим сейчас, как нам нужно его чистить. И вот это как раз может быть вот тем, что и для вас подойдет. Значит, когда вы задумали его чистить, он, конечно, не будет работать. Он будет в отключенном состоянии. Вы его нажмете на клавишу отключить, то есть вниз его пошлете и открутите крышечку, вот тут сверху крышечку откручивается и открываете вот этот вентиль. Тазик подставляется сюда, тазик подставляется, конечно, чтобы вся вода вышла. Затем закрутите этот вентиль. В принципе, я сказала, закрутить крышку не надо, да? То есть нальете туда воды, теперь уже нальете много воды, ну, из-под крана какой-то воды до уровня, вот, где-то торчит эта палочка. До этого уровня. И положите туда, в эту воду, две-три столовые ложки Lumen. Lumen продается на этой, в этой компании. Но мой муж также старается экономить деньги на этом, поскольку в Lumen находится очень много лимонной кислоты, он просто купил мешочек лимонной кислоты и использует ее, вот уже видно, сколько он использовал, да, вот, скажем, отсюда для вот такой чистки. Он говорит, что это, в принципе, работает неплохо, поскольку баночка Lumen стоит 40 долларов, а это гораздо дешевле. После добавления этого чистящего порошка нужно хорошо размешать, для этого нужны какие-то палочки, да, вот такие длинные, как вот у моего мужа, он там, не знаю, этим размешивает или обратной стороной. И надо оставить в такое, то есть не включайте, то есть вы поставили на стерилизацию, да, переключили, но вы к нему не подходите, собственно говоря. и извините, не так сказала. Давайте еще раз, значит, у нас мы читали, как стерилизировать, да, то есть один час. После того, как час пройдет, значит, мы даем ему остыть 15 минут, потом на пол, значит, все сливаем, наливаем свежую воду, добавляем чистящие, вот эти вот 2-3-3 ложки, размешиваем и просто оставляем, то есть мы ни на что больше не нажимаем, и здесь написано оставить на ночь, но вот я смотрю, мой муж так не делает, он начинает чистки где-то в час дня, по 2-го, вот так, и сначала стерилизация идет час, а потом вот он это все насыпает и оставляет до самого глубокого вечера, где-то часов в 10 вечера, вот он к нему подходит и начинает собственно говоря делать остальную работу, а что это за остальная работа, следующим утром сказано нужно открыть вентиль, тазик подставить опять и всю воду слить, хорошо слить и закрыть этот вентиль, и вот в этот момент, когда ничего нет в этом контейнере, можно использовать разные щетки, если нужно, конечно, вам, да, где-то там в уголки залезть, в, где-то там может быть со дна поскрестили, со стенок, если вдруг вы видите, но если ничего не видите, то в общем-то не надо и можно пролить еще водой и опять открыть клапан, который или вентиль, который у нас это делает и опять слить всю воду после этого. Затем опять наливаете воду на три четверти и ставите на стерилизацию именно паровую. И вот это, собственно, говоря, у нас, ну, как вот, если он это делает сильно вечером, то есть уходит в ночь, тогда ночью это проходит этот процесс и то, что мы получаем в банке утром, это мы не держим, а мы выливаем это сразу в раковину, потому что это была как бы вода и процесс, который делал очистку от этого чистящего вещества, от всех наложений и так далее. И вот для этого муж купил еще одну банку и на ней написано стерилизация. То есть эта банка у нас используется только вот раз в месяц наверное он так чистит, бывает раз в три недели он так чистит, вот, и вода вот эта грязная принимается и потом она выливается в раковину и эта банка у нас больше ни для чего не используется. А для чистой воды у нас вот такая без подписи. И каждые три месяца нужно будет менять фильтр каждые три месяца значит чистить снаружи и опять же паровую стерилизацию проводить как на странице 6 мы уже читали в самом начале с вами и делали каждые три месяца. Ну вот так и написано надо более часто такие чистки проводить если вода у вас жесткая. Конечно поддерживать этот аппарат в рабочем состоянии требует усилий требует времени но знаете это стоит того чтобы получать чистую воду действительно по качеству очень хорошую и как я уже сказала мы имеем этот аппарат с 2016 года. На этом все вопросы будут задавайте свои мнения говорите и мне очень хочется чтобы выходили в плейлисты особенно новенькие да и те кто у меня давно на канале у меня нет ни одного человека на канале который видел все мои ролики их все можно видеть только если вы ходите в плейлисты и смотрите по разделам всего вам доброго до свидания до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...